друзья всем огромный привет огромный всем привет друзья наконец-то у нас закончился огородный сезон и мы можем просто приезжать на дачу и снимать вот такие позитивные ролики про еду вот все лето только этого и ждала на самом деле это шутка сегодня у нас строительное видео сегодня мы будем делать печной портал будем собирать декоративную перегородку между парной и комнаты отдыха из кирпича своими руками конечно же так что идем в баню идите в баню мы вместе с вами и ребята не судите слишком строго делаем это первый раз в жизни это видео мы разделим на три части в первой части мы обезопасим стойки каркаса то есть те деревянные стойки которые находятся ближе всего к печке во второй части мы протестируем огнеупорные материалы настолько ли они безопасны ну а в третьей части мы уже на подготовленной основе выложим тот самый печной портал из кирпича напомним что сама печка у нас находится в парилке а топка располагается в комнате отдыха так вот этот вот проход сквозь стены мы и будем выкладывать из кирпича итак открываем техничку на печь у нас это везувий легенда русский пар это чугунная печь закрыты каменкой и смотрим минимальное расстояние от печи до сгораемой конструкции должно быть 50 сантиметров но если загораемую конструкцию защитить и сделать ее не сгораемой то расстояние можно уменьшить на 50 процентов что мы и сделаем защищать от огня стойки мы будем с помощью минирита и коалиновой ваты скажу друзья сразу это конечно же с большим запасом в принципе достаточно использовать что-то одно но друзья лист минирита у нас уже был а рулон коалиновой ваты стоит всего лишь 900 рублей так друзья давайте немножко отвлечемся вот смотрите еще один такой момент который честно говоря меня очень напрягает потому что я не знаю как сделать правильно в парилке там все понятно там черновой пол сделан из двух листов гвл а плюс плитка подиум так тот вообще на шамотных кирпичах и сверху еще лист минирита лежит потом уже плитка там я за пол не переживаю но вот в комнате отдыха у меня же фанера а кирпичи получается будут лежать на фанере и я так понимаю то что это вообще ни в коем случае так делать ой блин шелестяком мать ее я так понимаю то что это вообще ни в коем случае делать нельзя тепло от кирпича перейдет к фанере и до свидания баня поэтому на всякий случай я вниз уложу просто еще листы минирита минирит это фиброцементная плита друзья это отличный огнеупорный материал он не горючий это правда но тем не менее он нагревается он пропускает тепло если вы думаете что это броня для дерева это не так сейчас я вам постараюсь это доказать ради эксперимента придется принести себя в жертву берем горелку берем лист минирита и кладем его на открытую ладонь нагреваем конечно друзья я хочу сразу сказать то что этот эксперимент с большим большим запасом потому что кирпич не будет нагреваться до такой температуры как выдает горелка но тем не менее я уже чувствую тепло так еще все ребята уже держать не могу лист минирит и передает тепло а теперь представьте что если мое место моей голой руки будет деревянная стойка но сами подумайте на одной чаше весов находится ваша жизнь жизнь ваших родственников риск того что сгорит не только вашей бане но и половина деревни а на второй чаше весов всего лишь 900 рублей за рулон каменной каолиновой ваты вот как вы думаете наверное стоит перестраховаться каолиновую вату мы крепим на степлер а листы минирита само собой мы прикручиваем черными саморезами по гипсокартону ну а какими же еще ребята смотрите такой небольшой секрет небольшой лайфхак использовать минирит плюс каолиновую вату это само собой с большим большим запасом мы это делаем потому что мы просто реально очку им лучше перебздеть чем недобздеть как говорится да но если вдруг по каким-то причинам вы не нашли каолиновую вату а допустим в москве на строительных рынках ее нет вообще пришлось мне заказывать в интернете тогда каолиновую вату можно не использовать но минирит ни в коем случае нельзя вплотную крепить к деревяшки нужно сделать небольшой отступ хотя бы сантиметр то есть просто подложить маленький кусочек минирита и у нас получается теплоотсекатель жаросъемник так сказать здесь будет воздух и этот воздух не даст минириту передать вот этот жар в дерево и не будет никаких пожаров вот такой вот небольшой лайфхак ну что друзья давайте теперь я расскажу вам про кирпичей и на какую смесь мы будем все это складывать давайте начнем с кирпичей кирпичи мы будем сегодня использовать самые обыкновенные не печные не жаростойкие и даже пустотелый в интернете огромное количество хороших каналов где рассказывают как правильно собрать печь есть каналы раз которые рассказывают как правильно облицовать эту печь облицовка печи но друзья я нигде не увидел из какого кирпича можно сделать нашу декоративную перегородку мы выбрали пустотелый кирпич печку из такого кирпича ни в коем случае собирать нельзя а стенку можно и я вам сейчас расскажу почему есть две причины первая причина это то что температура не будет такой высокой если бы мы обкладывали топку там температура будет совсем небольшая поэтому обычный кирпич годится и вторая причина для нас это тоже очень важно это то что пустотелый кирпич почти в два раза легче чем полнотелый кирпич для тех кто не знает баня у нас стоит на сваях под печку никакого дополнительного фундамента мы не делали и дополнительных свай под печку мы не вкручивали у нас просто сдвоенные лаги 50 на 200 то есть по сути наша печь стоит на брусе 200 на 100 500 килограмм я думаю то что это выдержит без проблем а все что больше уже напрягает поэтому конечно же вес кирпича для нас тоже очень важен а вот укладывать кирпичи мы уже будем на самую обыкновенную покупную огнеупорную смесь почему я вам сейчас расскажу складывать печь в идеале конечно же на глину на самую обыкновенную глину но друзья где мне найти глину в огороде если я вижу эту глину первый раз глина бывает жирная глина бывает бедная а еще бывает просто суглинок это когда глина перемешана с землей как мне человеку который видит эту глину первый раз понять то что это та самая глина поэтому не будем рисковать купили в зеленом магазине самую обыкновенную печь термо печь термостойкую смесь и вот на эту смесь уже будем собирать наши кирпичи складывать наши кирпичи что такое блин вообще происходит сегодня ветер что ли или осень я чертова не знает да выдуло блин из другого уха пошли вам курицу жарить ну конечно чуть-чуть делать чуть-чуть делать блин в такую такую погоду ты снимаешь то привет ребята ставим лайки дизлайки как обычно подписываемся на нашу группу инстаграма аккаунт вконтакте и конечно же ставим колокольчик и конечно же пишем комментарии ладно мы это скажем вам завтра с утра давайте определимся с дизайном нашего печного портала мы нарисовали два варианта первый вариант этот с классической кладка кирпича то есть полтора кирпича с перехлёстом швов это стандартная кирпичная стенка а вот второй вариант как делать нельзя кирпичи кладутся один на другой без сдвига по такой технологии ни в коем случае нельзя собирать стены у нас не несущая стена это просто декоративная перегородка никакой нагрузки эта стенка нести не будет это первое а во вторых что самое приятное кирпич не придется пилить но кстати что в первом и во втором варианте количество кирпича одинаковое ну что друзья начинаем кладку кирпича вы меня конечно извините за нудятину но я буду говорить все очень очень подробно не потому что я хочу похвастаться а скорее наоборот я очень надеюсь то что среди наших подписчиков есть какой-нибудь печник либо хотя бы самостройщики которые все на своем горбу вот это испытали и поэтому я очень надеюсь то что вы укажете мне на мои ошибки напишите пожалуйста в комментариях что я делаю не так и может быть ваш комментарий поможет следующему прохожему который совершенно случайно там через полгода забредет на наш канал 3 лайфхака от дилетанта во первых замачиваем кирпич это нужно для того чтобы наш кирпич не высосал всю влагу из раствора второй лайфхак мы будем использовать металлические прутки 8 на 8 миллиметров именно с помощью этих прутков мы постараемся сделать идеальный шов идеально конечно с первого раза не получится но по крайней мере они у нас не будут гулять я имею ввиду швы также эти пруточки понадобятся когда мы будем выкладывать верхний слой кирпича над топочным каналом видно их не будет на размер шва будет у всех одинаковый и они как раз таки будут опоры для кирпича и третий лайфхак прежде чем складывать кирпичи один на другой мы их прогрунтуем то есть мы берем совсем небольшое количество раствора наносим на кирпичи и на сдир снимаем раствор ждем несколько секунд и уже потом наносим основной слой это нужно чтобы кирпичи друг дружкой конкретно схватились я не знаю друзья правда это неправда просто я увидел это на ю тубе и сейчас вам повторяю мне кажется то что схема рабочая потому что по крайней мере с плиткой которую нужно класть именно на стену такая тема работает а а а Ширину проема мы оставили в 1 метр. Когда мы проектировали баню, мы совсем не думали о том, что нам придется заморачиваться с кирпичом. И тогда в планах было зашить этот проем листами минерита, впоследствии зашпаклевать и нарисовать эффект плитки или камня. Но в итоге кирпичная кладка обошлась нам ровно в 5 раз дешевле. Три листа минерита нам бы вышли в 7500, а 60 кирпичей всего лишь за 1500 купили. И еще момент. Как выяснилось, ширина проема в 1 метр это мало. Но тут два варианта. Либо подпилить 8 кирпичей, либо переносить стойку. Мы выбрали первый вариант. А в чем еще оказался плюс пустотелого кирпича? То, что пилить у вас сплошное удовольствие. Ну да, грязное, пыльное, но все-таки удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, стройка стройкой, а обед по расписанию. Тем более, друзья, у нас сегодня потрясающее блюдо. Блюдо-эксперимент. Готовить сегодня будем копченые свиные ребрышки. А почему эксперимент? Потому что коптить мы их будем на очень молодых, свежих дровах. На груши, которую мы срезали всего лишь этим летом. И сушили ее всего лишь несколько месяцев. А не 2 года, как это положено по технологии. Для начала ребрышки надо, конечно же, посолить. Потом поперчить. А все остальное уже сделает копчение и соус. Вообще свиные ребрышки на гриле это достаточно сложное блюдо. Потому что готовится оно в режиме low and slow. То есть на очень низкой температуре в течение очень длительного времени. Так же и мы. Мы будем сегодня коптить ребрышки на угольном гриле. Готовим, конечно же, на свежем воздухе. Температура 160-180 градусов. И коптить будем в течение 2 часов. Пока коптятся наши ребрышки, давайте сделаем глазурь обмазку. Будем готовить домашний соус барбекю. Чтобы приготовить домашний соус барбекю, нужно взять покупной соус барбекю. Хо-хо. Заливаем туда все, что найдем в холодильнике. У нас это кетчуп, острый соус, добавим немножко меда и, конечно же, виски. И, кстати, друзья, наш эксперимент удался. Посмотрите, идет дымок, а вокруг нас такой аромат стоит, что просто, мне кажется, сейчас вся деревня сюда сбежится. Ребята, посмотрите, какая красота. Просто, просто красота. Еще с погодкой так повезло. Ну, прям, ох, блин, да, скорее бы это сожрать уже. Ну, не идеально, конечно, но я, друзья, доволен. Главное, что все по уровню и главное то, что расстояние между кирпичами у меня одинаковое. А вот шовчики, да, шовчики нужно будет еще немножко промазать, подмазать. Вообще, кстати говоря, никто не собирается оставлять вот так вот кирпич. Потом, как-нибудь, когда мы определимся с интерьером, скорее всего, мы его покрасим, либо заштукатурим, либо еще что-нибудь. Поэтому, блин, да круто, для первого раза вроде неплохо. Ну что, друзья, мы, к сожалению, как обычно в своем репертуаре. Приехали на дачу на выходные, все, что успели сделать, все вам показали. Как выяснилось, это на самом деле реально тяжелый труд. Я, конечно, знал, что это будет долго, но я не думал, что это будет так долго. Ничего страшного, в следующие выходные приеду, может быть, один и без видео, не спеша уже доделаю все. Поэтому мы сейчас с вами прощаемся. Благодарим за то, что досмотрели до конца. Давайте, всем пока. Готовый результат, конечно же, выложу в Инстаграм, поэтому не забывайте подписываться на наши соцсети. Да, пока всем. Пока-пока. Я ничего не присвою. Либо переносить стойку. Мы выбрали первый вариант. А, кстати говоря, вот что в чем... Аушка, я здесь, заходи. Хочу запросить. Смотри, у меня три херни. Помнишь струк? Не-не-не, да подожди, это вот сюда, вот сюда, вот сюда. А, ты занимаешься? Да, б***ь, привет! Твою мать, блин. А что не сказал? Да нет, это неудачные кадры. Девушки отдыхают. Субтитры подогнал «Симон»